Тарелки Мочой поливают мусоросборники на этажах, ругаются, палкой стучат, особенно часто по ночам. Полвторого это уже стабильно, полвторого ночи. Но и на этом бесчинства жительницы дома не заканчиваются. Уфимка несколько раз заливала соседей снизу. Вот я не знаю, прям управу найти не могу, потому что уже сколько борются с этой соседкой сверху. Это какой-то кошмар. Вот как жить с такими соседями? Еще одно излюбленное занятие беспокойной пенсионерки – это сбор мусора и, как следствие, разведение насекомых. Там тараканы, там клопы. Дочь приходит, время от времени морит, но они же разбегаются по дому. Конечно, вылавливаем это все потом. Сами понимаете, очень неприятно. По рассказам жильцов, пенсионерку зовут Лима и ей больше 80 лет. У нее есть дочь, но свою мать она навещает нечасто. На контакт со съемочной группой женщина не пошла, но нам удалось пообщаться с другими родственниками пожилой Уфимки. Я сюда ее отпускать не буду. Мне ее хватает вот так вот на 5 минут. У нее крыша едет. Вот пусть она там и живет. Или в психушке, или у себя дома. А почему вот в психушку все-таки нельзя как-то отвезти? Не получается, что ли? Я же говорю, она проходит все тесты. Ее не могут закрыть. Врачи приезжают, констатируют, что она нормальная. Сама пенсионерка соседям двери не открывает. Та же участь постигла и нашу съемочную группу. Слышу нецензурную брань, но открывать нам, по-видимому, никто не собирается. Жильцы дома уже не раз писали заявление в полицию. Но найти управу на буйную соседку пока никто не может. Юристы же советуют жителям обратиться еще и в надзорные органы. Параллельно необходимо обратиться в санэпидемстанцию и Роспотребнадзор о проведении проверки. Если ваши меры по обращению в госконтролирующие органы не были приняты или ни к чему не провели, то необходимо коллективным иском обратиться в суд. В такой ситуации Фемида может вынести два решения. Либо провести принудительную дезинфекцию квартиры, либо выселить женщину. По мнению соседей, второй вариант устроил бы их куда больше. Эльсияр Махеденова, Рустам Лукманов, Вся Уфа.